всем огромный привет с алтая с города новолтайска пошла я сейчас в магазин но не в этот который рядом с нами а подальше на углу там у нас марьера ну думаю пока иду сниму немножко когда думаю про то что я сейчас начну снимать видео у меня как типа влог рассказываю что нибудь там о себе еще что-нибудь начала то столько мыслей все вроде правильно и все хочется рассказать но начинаю снимать начинаю рассказывать у меня одна мысль перескакивать на другую потом на третью с третьего на пятую короче все сразу сумбур неимоверный не знаю как это у меня постепенно наверно у меня все наладится а сейчас вот как то так проходит все о марина привет если ты меня смотришь лишь какие твои родители трудяшки молодцы трудятся вообще такие хорошие люди и чистенько все молодцы короче передаю тебе привет из дома марина . родители здесь вот показываю домик в каком состоянии чистенько все аккуратно осень на улице вот видите опять мысли полетели что-нибудь увидишь новенькое пошло осень на улице тепло и вообще где-то по летнему судите если покажу этих велосипедах коротких как обычно сумочкой ну пошла муж меня сегодня попросил на ужин что-нибудь легкое а я как обычно что-нибудь замучу ну ладно пошла я закисла молочкой поэтому я и пошла в тот магазин потому что в нашем деревенском ничего нет прохожу мимо мимо бывшей начальной школы но тут никогда наши дети не учились я считала что это деревенская школа ну она деревянная была и хотела и вот ее снесли ну посчитали нужным построить здесь какие-то дома дом это построили а участков там у них совсем и нет не знаю что там будет за участки как будто в россии нет земли валом вместо школы получается наверное домов десять построили точно не знаю ладно рассказала то другое третье вот так и проходят дни а я иду по направлению магазин а этот домик тоже бедненькие построили что-то сгорели потом опять давай все у них бедненьких как-то не ладится так бывает я тоже помню в детстве мы когда-то я наверно в классе девятом училась родители собрались это я в казахстане жила поехать с братом всеми палатинск а я дома хотела остаться сижу на качели во дворе качаюсь мужчина едет ничем не помню на лошади по моему скакал и говорит у вас грит крыша горит а родители наглаживаются это время спешат нам поезд ой я забегаю домой говорю папка мы горим выскакивает а у нас строители строю обкладывали дом наш кирпичом и подцеплялись к проводке что-то там я точно не помню но дом обложили как то что но крыша как загорелась как этот шифер начал трещать мама дорогая приехали пожарки ну быстро но тем не менее столько всего попортили начали из дома все выбрасывать в окна начали бить окна откуда-то понабежали люди все вышвыривали все тряпки не столько сгорело сколько все перепортили это просто было ужас это все заливали ну это надо рассказывать долго и потом значит потолок рухнул что-то в зале потом папка начал перестраивать мама заболела больница лежала в общем досталось всем очень долго мы жили в это время мой отец построил балаган как бы балаган из шифера около бабиного дома бабиного пристройку типа сделал там наставили кровати телевизор ночью собственно надо кушали в доме хотя там тоже и стол был такая красота для детей-то чё романтика в общем классно ну это для меня сейчас бы ну вообще печально честно сказать бедненькие как они мучились наверное каждому человеку жизнь приходится что-то перетерпеть и вот когда у меня муж-то строил тоже на втором этаже там они и у соседей у наших загорелась крыша а до этого мы тоже соседу говорили у тебя труба сломана вот это печная там знаете все завалены один кирпич так другой так то я покажу он ее потом переложил ну криво так обиделся же указывать же нельзя все же обижаются ну вот у них там загорелась и пошло полыхать это слава богу что у нас там мужики на крыше работали в смысле мой муж с товарищем и они побежали первые туда давай все это организовывать и лестницу притащили и давай все там рубить что-то тушить в общем там пожарка подъехала все потушили ну факт то что я как представила то не дай бог случится вот рассказала про пожар хотела совсем другую историю рассказать иду сейчас магазин по этой дороге столько выходили ой мама дорогая купили же вот этот вот дом в котором сейчас живем хочу не просто так же купили приехали сюда но с ноль рублем с голым задом как говорится совсем то и ничего и не было так себе у родителей там сколько-то взяли чуть-чуть там все побросали всеми по-латински и поехали но зато как это без ничего приехали сыну шесть лет было и дочери 10 дней вот такое у нас было богатство с нами ради которых надо было жить а как мы собственно здесь то оказались тоже сидели как-то с друзьями мы малосемейки жили всеми по-латински сидели обсуждали куда поехали ну куда податься ну вот давайте поедем барнаул но они съездили мой муж и товарищ тоже съездили все тут вроде посмотрели вроде работу посмотрели где можно было устроиться в барнауле но у нас как раз нам сказали чтобы мы или климат для ребенка меняли для старшего или у него начнутся проблемы со здоровьем а я вот подошла кстати к магазину ну сейчас если хотите я зайду сниму по по шурику что я тут зачем я пришла посмотрите как раз наши цены уж кому-то интересно так я сейчас возьму набраду добрый день граб по 69 90 на него акция. Я, собственно, пришла за курицей. Что можно сварить? Вот эту антибиотчную курицу. Это я их так называю. Домашнюю надо курицу покупать. Так что там еще надо было. А, молочко. Сейчас посмотри. Сегодня четвертая, сегодня пятая. А у нас любят сверху пакетики за четвертая класть, а снизу за пятая. Вот, пожалуйста. Я их фишку разгадала. Так, мне надо два пакета. Ой, я что-то пришла с одной сумочкой. Сейчас, как всегда, мне надо то, и другое, и третье. Так, яйца. Ну ладно, пусть и штучку возьму. Так, яиц взяла. Что еще мне нужно? Я же кефир это не взяла. Так, кефирчик. Вот какой кефирчик. Молочная сказка. Алтайская дуренка. У меня, кстати, муж работает на молочной сказке. Так. Что-то еще творожку на нас есть. Что-то еще творожку на нас есть. Так, я пойду еще хлеба возьму. Масло у нас есть, у нас сыра надо. Я сыр люблю покупать на базаре. Мне там почему-то больше нравится. Это я пришла к хлебу. Вот он, Бородинский. Так, что еще? Батон, уже нарезанных нету. Дожили. Батон лениво нарезать. Так, булочки какие-нибудь еще. А какие булочки? Ну, каких булочек я тут не вижу. Ладно, мимо того магазина пойду. Может, там еще зайдем. Люди. Что-то хоть сзади у меня останут. Ходится, он с собой разговаривает. Так. Что мне еще надо? А, мне надо Геркулес. В прошлый раз купилась Геркулес. Вот этот вот за 11 рублей. Ну, конечно, что от него хочу. Нереально ужасный Геркулес. Вообще, мусора в нем. Офигеть сколько. Я другой здесь не вижу. А, вот какой-то. По 41 рублю. Ну, это совсем уже зверство какое-то. Геркулес за 41 рубль. Не, ну, конечно, такой не буду брать. Лучше гречку поварю тогда. Так, ну все. Все, что мне нужно, я взяла. Из-за кефира пришла сюда. Хотя, возможно, у нас есть такой кефир в магазине. Поближе все бы было. Если я попкорн возьму. Сыр. Конечно, он не айс. Ну, так. Можно. Иногда. Ой, какая толпа народа. Мама дорогая. Горчица зернистая. 57 рублей. Ой, страсть какая, что горчица уже зернистая. Так, возьму. Обязательно. Что еще такого есть? Маринанд, кажется. Ладно, все, вкратце показала. Продолжаю свое повествование. Ну, значит, мы быстренько собрались, так как я была беременная. Быстро все коробки. Все в коробке. Мы, малосемейки, говорю, жили от отдел строя. У нас была комната. Ну, и, можно сказать, все коробки эти, все свои вещи, все то, что мебель разобрали, все перевезли к своей крови. А сами рванули. Рванули на поисках счастья. Мы приехали сюда, на Волтайск. Сняли квартиру, дом. Они, вернее, мы не сняли, мы приехали. Тут у Юрыной сестры была знакомая, подруга ее. И они нас обещали прописать здесь, на Волтайске. И, ну, помочь как-то. Мы остановились у них. Прожили... Это был февраль месяц, кстати. А в мае уже дочь родилась. Прожили мы у них четыре дня. Но тоже как-то неудобно у них. Жить-то особо негде. Комнатка была. И проходной зал. Ну, спасибо, приютили на тот момент. Ну, и тут мужа, значит, этой подруги. У него на Волтайске был домик на стройке. Он, значит, привез нас в Волтайку. А в Волтайке снег такой белый был. Ну, и привез нас к своим друзьям что-то. И оказалось, что они знают, кто там сдаёт домик. Так как в этом доме уже лет так несколько. Никто не жил. А представляете себе, февраль месяц. Холодина страшная. Пошли мы в этот дом. Ну, конечно, жить можно. Но если бы с лета начинали. Но, тем не менее, куда нам деваться? Нам идти некуда. Позади Москва. Там всё бросили. Здесь ничего. Договорились. Там у них как раз какой-то друг пришёл. У нас ни дров, ни угля. И мы уже всё, уже переезжаем в этот же день. Ну, как-то людям надоели, видно. Ладно. Переезжаем. Спасибо. Я даже забыла, как этого человека зовут. Он остаётся, пока мы поехали. За вещами, за своими. У нас был запорожец старенький от родителей, от Юриных. И мы, значит, поехали за вещами. А он остался топить печку. И мы пока приехали. Стены до такой степени были намёрзшие. Что сверху, ну, сантиметров двадцать, наверное, уже натопилось тридцать. И так постепенно, постепенно он нам с Юрой поехали. Они ещё угля откуда-то привезли. Он помог. И мы всю ночь кочегарили эту печку. Мы спать легли, конечно, одетые. Это было нечто. Несколько одёж, чуть ли не в пальто. Там всё, и носки, и варежки, и на голове шапки. И слава богу, что с нами были пуховые одеяла. У нас было постельное. Ну, всё. И мы на пуховых, и под пуховым спали. Короче, это было нечто. Вспоминать до дрожи. Под утро мы начали раздеваться. Ну, в смысле, варежки снимать, шапки. Начало прогреваться, так как всю ночь Юра топил печь. Ну, и так постепенно начали обустраиваться, потому что мы с тобой на запорожце привезли кое-какие. Да никакие, а всё необходимое. Кастрюли, тарелки, продукты какие-то. Ну, такие, которые можно было привезти. И потихоньку-потихоньку начали обживаться. И у меня муж там, как бы, его тоже пристроили на работу в Барнауле. Но работа оказалась какая-то липовая, сомнительная. В то время, когда мы сюда приехали, в 94-е годы, лишь бы кого-то подставить, каким-то директором устроился, какие-то материалы получать на себя. Короче, это было, это отдельная история. И он ушёл. Я говорю, нет, зачем это надо? Не понять, в каком положении я. Андрей наш находился у моих родителей в деревне. Я беременна, и он непонятно, где работает. В сомнительном предприятии. Ушёл он оттуда. И мы давай ходить искать, где можно прикупить жильё в рассрочку. Что мы будем платить. Что мы, значит, сделали дальше? Пошли как-то в магазин за хлебом вдвоём. И нашли... А, на магазине село объявление. Мы, короче, прошли. Пришли к людям. Договорились, пришли к ним. Они нам показали вот эту вот. Одну четвёртую часть дома. Сейчас продолжу. Приду в магазин. А я продолжаю своё повествование о том, как мы попали вот сюда, на эту улицу, в этот район. Добрый вечер. Нас привели сюда. Ну вот, по адресу, по которому мы сейчас живём. Мы посмотрели. А до этого мы всё, что смотрели, хоть и отдельные были дома, но мы примерно прикинули, за сколько мы можем себе позволить жильё. Мы, как молодая семья и как переселенцы, в то время все получали какую-то помощь, какие-то деньги. Мы ничего не получили. Никто нам ни копейки ничего не дал. Потому что нам негде было прописаться. Да и мы, собственно говоря, бесполковы ещё были, не знали ничего этого. Приехали. И вот так. Ну и искали, я уже рассказываю, и до такой степени ветхое всё жильё было. Ну просто невозможно там было жить. с земляными полами и так далее. Ну, какие деньги-то у нас были? Откуда они были? Ну и вот, когда мы зашли в эту четвертину дома, да, там было грязно, там, видно, чем-то занимались подпольным, не знаю, бутылок там была, целая спальня. То ли спирт качали, то ли что там делали, не знаю. и все стенки, знаете, как дунышки прислоняют к стенкам. И вот так вот наверх, до верха уложены, видно, были и отпечатки этих. Ладно, это уже следующее повествование. Посмотрели мы, окна большие, как бы жить можно, за такие деньги, как-то можно перекантоваться, может, потом что-то лучшее будет. Все, договорились. У нас были какие-то деньги, им отдали. Они пошли с мужем оформлять договор. Ой! А я что забыла рассказать? А я-то там в Семипалатинске бизнесмен, бизнесвумен хренов, извиняюсь за выражение, начала как раз там типа бизнесом заниматься, трикотаж продавала. На трикотажке покупали, но его не все могли купить. И тут же где-то по деревням, где-то еще короче, продавали. И мы сюда приехали, и там все деньги эти казахские, короче, те деньги положили в трикотаж, и сюда вот приехали с этим трикотажем. Ну, думали, реализуем, будем отдавать. Ну, там несколько сумок с собой привезли, чтобы было что продать, на что жить. Ну, вот, договорились, купили. Все вроде бы складывалось нормально. Оставили этот дом, в котором мы жили, на квартире, но мы не бросили ничего. Мы просто поехали в Казахстан за вещами. заказали там машину, начали грузить вещи, и мой муж спрыгнул с машины и неудачно с ногой ногу повредил. Боже мой, тут надо переезжать. Я не прописана, не понять, как. Болтаюсь, считай, беременная. Ни разу в больницу не ходила. Некогда было мне с дочей беременной. была. Вообще, кошмар какой-то. Где рожать, чего, как, не понять. Молодая, 26 лет. Ну, что делать? Делать нечего. Поехала я одна. Мне там родственница помогла, дала, говорит, как ты одна поедешь на поезде? Надо же прописаться было. Бери с собой девочку. свекровью квартирантка жила в это время. Бери с собой девочку, чтобы тебе не так было, ну, как, так тяжело беременной. Мало ли, что помочь может. Ну, вот она мне дала денег, продуктов дала, и мы с ней поехали. Приехали сюда. Приехали. Ой, господи. Я тоже помнила, где они живут. Поперлись туда, а чтобы путь сократить, на автобусе не ехать, поперлись через речку. Сейчас расскажу дальше, уже до дома дошла. Включи надо достать. Зашла я домой, сниму вам продукты. Это вот я все, сардельки, а нет, шпикачки купила, 289,90 килограмм, 14, 140 грамм, яйца, багет, кефир, две пачки молока, горчица вот эта зернистая, два сырка, хлеб, творог, виноград, и курица, 901,86. Не знаю, куда чек положила. И вот зашла в магазин, еще за 25 снежок купила. Так, это к тому, что я же ходила за продуктами, а теперь надо закончить свое видео про то, как мы здесь оказались, именно здесь, а потом все остальное. Чек хотела найти, не могу, не знаю, куда положила. А я продолжу дальше. Ну и что я рассказывала? Пошли мы через поля, через луга в этот дом, чтобы договориться о том, что меня надо прописать, и я еще принесла какие-то деньги. Мы каждый месяц должны были платить какие-то деньги, и они нам писали расписки от руки. Пошли мы через эти луга, и я там провалилась. Представляете, это был март месяц, я вся мокрая, вообще вот провалилась, знаете, до попы. Это был ужас просто. Это я деньги экономила, на автобус так называется. Да и автобус-то, собственно, не ходили. Ну, можно было доехать на одном, там, подождать и доехать. Ладно, пришли мы к ним, слава богу, они нас там чаем напоили. Добрые люди оказались, сердечные. Вошли в положение, там, что-то я посушила у них какие-то вещи, и пошли мы на квартиру. Что-то мы еще дня три задержались, пока я тут прописалась, и поехали мы во Своясе, то есть в Семипалатинск. Приехали туда, ну, как я уже сказала ранее, что муж мой с ногой так и лежал, не шевелится, видно, связки надорвал или что-то еще. Короче, ну, гипса у него не было, ну, что-то ногу повредил. Ничего не мог делать. Ну, и засели мы. Были и у свекрови, и к маме моей ездили, потому что у нас там ребенок и муж уже уволился с работы, так как сюда переезжать собрались. В общем, это было нечто, конечно. И тут у нас дом, мы сняли, заплатили там за несколько месяцев вперед. И тут у нас вещи, и мы, когда уезжали с этого дома, ну, думали, растащат же все. Что у нас было там, шапки, какие-то пальто, я помню, с лисим воротником. Ну, какие-то хорошие вещи, пуховик там, все-все-все такое. Мы утащили, какой-то знакомый познакомились. И по сей день эти вещи там и остались. Там какие-то постельные принадлежности хорошие. Ну, что было хорошее, мы то и унесли. Там и остались они. Никто нам ничего не отдал. Да и бог с ними, с этими вещами. И в итоге мы здесь оказались только когда я уже родила и вышла из больницы. И то я там скрыла в больнице, что у меня температура. Я сказала, что все нормально. Я вышла из больницы. То есть из роддома. И мы приехали сюда. Дочи было 10 дней. А муж с моим отцом уехал раньше. Ой, как я благодарна своим родителям, что они поехали с нами, они нас поддержали. Бросили, считай, там все тоже. Папка поехал с нами. Но он и, собственно говоря, и после этого уже все так и остался. И ездил только потом туда. Здесь живет, туда уезжает. Периодами. А мама, конечно, очень мне тоже сильно помогла. Она поехала, сразу все бросила. И огород, и хозяйство. И поехала. И здесь она у меня была, я не знаю, до конца лета, наверное. Спасибо ей огромное за это. Как бы мы справились, я не знаю. Но это уже другие истории. Мы сюда приехали, стали обладателями таких хором. Ой, одна комната у нас была, зал. Потом у нас была кухня проходная. Через нее в спаленку. И какой-то длинный коридор холодный был. Все. Была банька, в которую мы входили. Ну и, собственно, в дом входили и ударялись головой. И в бане точно так же об каждый косяк ударялись. Потом муж все это переломал. Сораюшки какие-то две несчастные. Никакого огорода. У соседей тоже никакого огорода. Все напропалую открыто. Ни забора, ни калитки, ничего. Ну, тут мы в одном дворе оказались, два хозяина. Ладно, душесчипательная история на этом закончилась. Закончу. Потому как это уже будет следующая серия. Очень длинная и много я наговорила. Вот такая история у нас, как мы оказались здесь много лет назад. Всем пока. До встречи. Желаю счастья, здоровья, любви. И всего хорошего. Всех благ вам, девочки и мальчики. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.